Приветствую вас, и во-первых, нам сказать, что с советами здесь нельзя ограничиваться, потому что это не так, знаете, работает был совет, и всё. Правда, всё стало хорошо, это, к сожалению, это работает не таким образом. Значит, во-первых, ну, необходимо проанализировать ваши отношения с родителями, в частности, с отцом. Вполне вероятно, что тот факт, что вы чувствуете себя девушкой, связан с тем, как к вам относились ваши родители. То есть, если, например, у вас не складывались отношения с отцом, или он вам, ну, это я так, очень примитивно сейчас говорю, или он вам, например, внушал, что вы, там, ничего не можете, что вы, там, ни на что не способны, и так далее. Да? Вот если он вам так внушал, то вы вполне себе вероятно могли чувствовать себя именно девушкой. Потому что мужчины вам подчувствовать себя никто не дал, например. То есть, может быть, вот такой аспект проблемы. Аспект проблемы может быть связан и с первичным сексуальным опытом. То есть, как-то вот неверно у вас произошло знакомство, первое знакомство с сексуальностью, может быть, своей сексуальностью, может быть, может быть, сексуальностью ваших родителей. Прошу не пугаться, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего аномального, как такового, да? И так далее. Здесь нужно разбираться. Здесь нужно разбираться и набрыть. Далее. Вполне может быть, что вы в контексте своей ориентации сексуальной и воловой принадленности тоже полностью дезориентированы. То есть, ощущение себя девушкой может быть связано с тем, что вы, допустим, не чувствуете себя уверенно, да, и не чувствуете себя мужчиной вообще. И вот мужчине вы себя не чувствуете, а, соответственно, кем вы не чувствуете? Девушкой, да, то есть вам легче, проще и, может быть, как-то удобней чувствовать себя девушкой. Почему? Потому что ответственность, которая нагладывается, например, на мужчину, в вашем восприятии одна, а ответственность, которая накладывается на девушку в вашем восприятии, совсем другая. И вот как бы инстинктивно вы стремитесь туда, где вам легче, где вам проще, где с вас меньше спрос, где меньше ответственности и так далее. И понятно, что в этом случае речь идет о избегании. То есть это у вас расчетный механизм избеганный, при котором вы, значит, пытаетесь отстоять, отстоять свое «Я» и не подвергать это «Я» сомнениям. То есть вот вам несколько возможных причин, по которым вы можете чувствовать себя девушкой. И советы здесь, именно советы, как таковые советы здесь, могут быть, ну, только одни, то есть советы здесь только одни, могут быть, это работа, психологическая работа с вами. По-другому это, к сожалению, ну, не решается никак. Если же у вас есть определенные, допустим, сложности с ориентацией, да, то есть, например, вы чувствуете себя, допустим, девушкой, и, а вам нравятся, например, мальчики, ну, допустим, допустим, вам нравятся мальчики, вот, то здесь, конечно, у тебя требуется помощь сексолога. Он помог бы лучше понять себя, помог бы лучше понять то, что с вами происходит, ну, и, собственно, и далее, 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 далее он бы вам помог бы увидеть себя, и лучше понимать себя, и понимать, кто вы, и чего хотите. А самое главное, не стыдиться этого. Вообще, вообще, если мы говорим о неком таком вот субъективном, субъективном отношении к тому, что с вами происходит, то здесь самое главное не стесняться. Самое главное не стыдиться, не зажимать себя, не зажимать свои потребности, а наоборот, напротив, стараться как-то раскрываться, обсуждать, говорить. Если вы, допустим, если вы себя, допустим, зажимаете все-таки, то вот именно с причинами зажимания я бы и рекомендовал работать в первую очередь. То есть именно причина, причина зажимания, то, что вы себе себя, не позволяете себе чувствовать, да, вот, не позволяете себе хотеть чего-то, не позволяете себе, себе, допустим, стремиться к тому, что вам кажется нужным и правильным, причем именно для вас. Вот это вот довольно серьезная проблема. И чтобы эту проблему решить, нужно как раз таки работать, а два же самооценки. То есть сначала начинать нужно с ядра личности вашего ядра. Это соответственно взгляды, восприятия, ценности, реализиры, пати, вкусы и так далее. А вот все это нужно формировать, все это нужно оформлять и после этого уже думать о том, какова проблематика. То есть какой она, эта самая проблематика останется, какой проблематика останется после проработки вот этих вот моментов. И, собственно, тогда же будет ясно, проблема ли в том, что вы себя действительно чувствуете девушкой, например, или проблема с чем-то другом. Но пока вот по такому небольшому количеству информации сказать можно только это. Надеюсь, что вам мой такой совет, если угодно, да, поможет и вы начнете действовать именно вот в сторону работы над собой, именно в сторону развития и лучшего, более полного понимания себя. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятное в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!